Как ты думаешь, почему индийцы не пользуются мусорками? Почему они выкидывают мусор где угодно? Мне кажется, потому что много людей. В моем последнем путешествии я задумался о своем произношении английского. И оказывается, многие меня не понимают. Это да. Поэтому пришлось потрудиться и найти действительно полезное обучение языку. Кэмбли – это сервис по практике разговорного английского посредством видеочата с репетитором-носителем языка. Я уже обучаюсь у американца, который живет в Таиланде, представляете? И многое научил всего за пару уроков. Один учит английский, другие только хотят учить. Но все хотят говорить Кэмбли. Плюс на этом еще можно и заработать. Самый лучший способ говорить на английском – как можно больше практиковаться носителем языка. У Кэмбли 100% репетиторы-носители языка. Подбирайте под свой вкус любой язык. Кэмбли идеально использовать для практики разговорного английского тем, кто хочет поработать над своим произношением и акцентом. Здесь можно найти репетитор по интересам, спорту, моде, бизнесу и, конечно же, бонус от меня. По моему персональному коду вы получите бесплатно 10 минут занятий. Лови момент! Доброе утро, друзья! И сегодня мы с вами едем кататься на поездах. А для того, чтобы это сделать, надо немножко подождать. И пережидаем сейчас пару часов на ЖД-станции, где все спят. Упершись в рюкзак, даже немножко подмерз. Хоть это было. Так что сегодня обещать день веселым, быть интересным. Прикольно, что у индусов даже у всех есть покрывальца. Все с чем-то таким подобным ездят. Затарились всякими ништяками, водой с собой. Ну, там всегда будет поесть, наверное, что можно купить. Ну, доброе утро. Чувствуйте, как сейчас будет весело. А надо ехать 2000 километров. Ну, что, вот и наш. Да. Да. Здесь проводников нету. Теперь ищем место. У нас место 54. Let's go. Вот так и едут люди. А это, кстати, половина те, которые без билета. Ну, вот наша. Неплохо так, да? Черт возьми. Будет весело. Будем знакомы. Вентиляторы. Тут аж убираешься до головы. Не так уж много места. Соседи мои. В общем, дай коню. Дорогие друзья. Участливые 9 часов. И вот этот шумик уже продолжается. На протяжении пару часов. Потом еще какой-то идиот включил свет. На протяжении пару часов. как вы поняли здесь три полки и средняя полка убирается рекомендация конечно покупать первую и вторую полку если вы эти пары ебиносят очень много поэтому можно с собой даже не затариваться нижних ништяками но есть только какие-то эксклюзивные ништяки вот мы в туалете дырка есть дырка мусорка есть все нормально и вода имеется скажу честно не так уж плохо туалет есть вода есть умыться можно почистим руки круто а потом пойдем походим все попозже сейчас становится очень жарко на верхних полках начинаешь потеть ну тут очень лежачие места ну если что жарко можешь выйти на выход где на этой двери можешь проветриться поезды имеется несколько классов из вас сейчас мы едем это слиппинг без кондиционера есть кондиционером слиппинг мать его а также есть просто сидящие места как обычная электричка там большинство людей больше стоят чем сидят не прошайки а мы пойдем погуляем они типа шлифы а вот так еду люди из билетников которым нет денег или просто не купили не успели билеты А здесь можно купить какую-то еду, по-видимому. Затарился здесь едой. Это чикен, бряник. Вот такая красота за 90 рублей. С таким прекрасным видом. Это у нас кухня. Вот такие живут люди. Мы пойдем поищем кого-нибудь из наших. Ребята, которые за мной, по достоверной информации от именно их, они сказали, что 100 рублей им стоил этот проезд от Гуа до Дели. Нормально? Дальше. Мы сейчас поболтали еще с ребятами. Будем искать наших белых, чтобы пообщаться с ними. Уже прохожу четвертый вагон. Это довольно тяжело. Везде придут торгаши, которые что-то продают. Тут довольно весело. Все? По двое, пластоми лежат они. Это забавно. Что-то все, не могу никого найти. Ты идешь и такой прямо как знаменитость. Я так все смотрю прямо пронзнительно. Все смотрят пронзительно. Почему тебе нравится Индия? Потому что я здесь чувствую себя намного более в своей дарелке, чем где-то еще. Это получается поезд твой не первый, то есть ты уже много раз был, да? И в телевизоре здесь это уже просто как нормально. Ты не выбираешь, например, варианты не кондишен. Почему? Ну, потому что зачем. Задежные деньги я могу полететь на самолете, но я же не лету на самолете. А что значит твои ожерелья, которые у тебя находятся? Это Уракши. Что это? Уракши. Для чего они нужны? Это священное дерево. Ааа. Семена священного дерева Уракши. Это она в Индии есть? Да, она растет в таких местах всего. Круто. Как тебя зовут? Тео. Макс. Нашел я наших ребят. Попытался у некоторых расспросить, почему же нравится Индия. Кто-то индуизма, а кто-то просто ищет тебя. Ааа. Ммм. 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 Прекрасно. Где бы ты у нас бы проехал, то есть за 20 долларов 2000 километров. А если стоит на комщак за полтора доллара? И где? Вот вам контраст. Индия молодец. Дает возможности, если у людей нету этой возможности, путешествовать и ездить. Чтобы вы понимали, на этот поезд может сесть любой человек, даже если у тебя реально даже нету денег. Можно купить по месту этот билет и проехать дальше. Ну, это обычно самые дешевые. Поэтому, если вдруг у вас возникла проблема с выездом с какого-то места, то просто садитесь на поезд в том направлении, куда он едет. Сюда там места пусто не бывает. В общем, я только ушел от своего места. Правда, минут 30. И уже чувак сидит, там спит. Ну, ничего. Периодически люди меняются. Кто-то сходит, кто-то трогает дальше. Уже надоело лежать, сидеть, неудочно мало места. Вот это постоянно прилипает хрен к моей коже. Неприятные ощущения. Пойдем попробуем постоять немножко, посмотреть. Двери открытые. Тут даже периодически убирают. Молодцы. Весь сервис, все включено. Опять какие-то станции. Где-то мы уже едем чуть дальше, чем Мумбай, по континенту. Глубь Дели. Или Г-Дели. В этом, друзья, есть свобода. А ты понимаешь, что отсюда рюкзаки байкут куда-нибудь, у тебя ничего не держат. В этой карани ничего нету, и ты с собой, да? Ты можешь сказать что-то. Ага. 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 Видео? Видео ватнай. Видео ватнай. Ватнай. Индиское кино в почете. Индия, муви, да? Ага, это муви, да? Да, это муви. Данц? Поехали! Устраиваю свою гнездышко. Ну вот, уже получше. Буду устроиться. Мештяк, друзья. Уже и вечер подходит, а в конец главное, чтобы у тебя был твой рюкзак помягче. Тогда комфортно спать. Занимается положением и все. Ну и всегда под головой. Так его не украдут. Лайфхаки. Мне так кажется, что это какой-то став. Кто-то оставил травушку на всякий случай, чтобы кто-то пыкнул. Но очень она похожа. Как вы заметили, поезде есть розетки. Можно ими воспользоваться. Периодически они все время заняты. Можно попросить, да и индусы добра и душно помогут. Даже мне дали блок на зарядку. По еде, в принципе, можно с собой ничего не набирать. Постоянно есть кухня работающая, приносящая еду, воду и по очень хорошим ценам. Я заплатил, буквально там 90 за бряни с курицей. Рис с курицей это бряни. И вода стоит примерно 15-20. Сладкое что-нибудь. Фантас прайд. Армиринда стоит примерно 40. Примерно стоит 40. Я бы сказал так, что в таких поездах интересно путешествовать, рекомендую вам. Не мерзко, не противно. Может быть на первый взгляд, на второй день уже привыкаешь. Ну, точнее уже, когда большое количество времени проехал. Занимайте удобное положение. Если вы будете двигаться вдвоем-троем, обязательно, чтобы было, убрали первый и второй этаж. Не первый и третий. Потому что иначе между этажами невозможно практически. Там очень мало места. Поэтому рекомендую первый и второй этаж. Либо верхний полк. Но на верхних не так уж много места. Поэтому лучше, конечно, первый и второй. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, друзья. Ну и спасибо за внимание. Вот так покатались мы на поездах. Не забываем ставить лайк, подписываться. Ну, а мы будем ложиться спать.